Здравствуйте. Вот который день же звенит день получается, да? Жара на улице такая. День звенит и ясно. На реку все ходят, купаются, жара просто вообще, ну, отличная. Да, сейчас мы тоже немножко спотели, пока добегали до студии. И вот, хотели рассказать вам про 4 августа, про фестиваль звенит день сегодня. Ежегодный поэтический фестиваль, который проводится уже в шестой раз в селе Троица, 38 километров от Перми. Давайте так, медленно, сразу же поэзии, музыки, ну, театральных каких-то представлений. И работа, к которым подготовки шла уже полгода где-то, а активная работа началась три недели назад. Примерно вот так вот, да? То есть, вот какие-то такие же сжатые сроки. Реклама уже есть в интернете. И билеты уже можно тоже покупать, приобретать, соответственно. Так, спасибо вам за то, что вы нас сегодня сюда пригласили. Вот, со мной Кирилл Полоносов, меня зовут Евгений Гусерс. Вот, Кирилл Полоносов, сорганизатор фестиваля. В этом году мы работаем командой. Надо сказать, команда расширяется, потому что, да, без команды нам нечего делать, еще, в принципе, в любой организации, и это, слава богу, приходит понимание к людям. Кирилл, вот, Салас, я хочу спросить, как вот ты сейчас занимаешься продажами фестиваля, допустим, партнерских отношений, да, сейчас ищешь партнеров для фестиваля. Я знаю, что у тебя тоже не новый опыт, ты уже так пробовал делать, да, на фестивале, в предыдущем, там, День поэзии. Но, как данный опыт тебе интереснее, допустим, в совместной работе? Да, конечно, интереснее, потому что, во-первых, как я думаю, тот фестиваль, который я до этого помогал также организовывать, он все-таки был такой всероссийский, а тут непосредственно, получается, наш фестиваль. То есть мы его сами вот создаем, сами делаем все это. Поэтому мне это интереснее получается. То есть мы само это движение продвигаем в Перми. То есть движение поэтическое, творческое движение, культурное. И поэтому мне нравится это больше, чем, допустим, передучая группа. Ну да, 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 что мы там продвигали, было до конца непонятно, да, то есть мы тоже привлекли организацию этого Всемирного дня поэзии, да, 21 марта. И вот, ну, вроде мы что-то сделали, но это было не очень хорошо. Ну, наш Пермскую землю, на самом деле, да, вот фестиваль посвящен имени Василия Каменского, известного футуриста, поэта, организатора очень хорошего, и другом Маяковского, говоря, да. То есть, ну, они были в одной команде, и столько историй написано про их общение, и как это происходило в начале 20 века в России, в том числе в Перми это тоже было. Здесь у Василия Каменского была своя усадьба, а он, получается, ну, построил здесь своими руками, вот в Троице, где фестиваль, собственно, и проходит, проекты, построение печи по его схеме, там, кресло, где он работал, почти такой трон, на втором, на последнем этаже там такая крыша футуристов, откуда можно тоже стихи читать, змеев запускать, везде постоянно что-то рисуют, и вот это вот на лицах, да, у футуризма, это такой взгляд все равно в будущее и, так сказать, развитие. И вот просто Бурлюк позвонил Каменскому в какой-то момент и сказал, в Москве начинается футуризм, то, что вот мы начинали, надо приезжать. И вот Каменский все прочитает и уезжает в Москву делать футуризм, концерты по всей России делать. И он был одним из основных ракетаторов всех этих концертов Бурлюка, Маяковского и Каменского. Вот, и вот, поэтому хочется ценить этих людей, то есть, ну, то есть, это история, с которой мы вот рядом уходим, они живут в нашем, в нашем прошлом городе. Сейчас также, грубо говоря, мы по России собираем людей, также ездим на всероссийские там фестивали, да, переделать надо, допустим, в Либке, в Екатеринбурге фестивали. Лучше там поэтов ищем уже, который год, да, и как ищем, общаемся, знакомимся, просто дружим и друг друга иногда куда-либо вызываем. На фестивале будут поэты из Екатеринбурга, из Ижевска, из Москвы, из Липецка. И музыкальные группы тоже примерно из этих же городов, потому что сейчас каждый поэт практически музыкант, но есть прямо люди, которым больше подходит петь, и вот, потому что сейчас сложно воспринимать классическую поэзию, и хотя мы за это боремся, да, чтобы просто перевозначать настиг в классический, был востребован слушателями, вот. Хотя, конечно, им проще, многим проще рэп, вот. Ну да, рэп сейчас актуален, мне кажется, но. Зато это как бы стихи такие с музыкой, тексты какие-то с музыкой, да, вот, уложенные. Я на день рождения у одного человека, которого рэп-культура в Пиме не определяют, недавно, несколько дней назад, прочитал свое стихотворение, а ребят из этого стихотворения из двух четвертишек сделали всего лишь два слова. Вот, они пели, это головой качали, потом еще, ну, пять просто стихотворения. Ну, это было вообще круто. Они чувствуют время, и они очень живые, да, то есть мы, ну, когда ты спрашиваешь девушку, девятнадцатилетнюю, а кто останется, какие поэты останутся после, так сказать, ну, вот в начале 21 века, она говорит, ну, вот останутся рэперы, потому что они современные поэты, и они считают, что, молодежь считает, что это прямо тексты, это прямо поэзия. Ну, не факт, мне кажется. Да, они сегодня всегда, и останутся только, они, наверное, как какие-то, ну, зачем вообще, какие-то примеры, не знаю, как, вот та же Вера Полоскова, да, хорошая, хорошая такая, как пример останется, пример развития раскрученности, как бы поэты. Так, ладно, Влад, можете мне спросить, да, ладно. А я хотел спросить, а с корабля современности уже не грозят сбросить таких монстров типа Земфира, такие новые, сверхновые типа монеточки, рассказал недавнее, когда Земфира сказала, что монеточка, конечно, стихия у нее хорошая, а вот выглядит ужасно. Ух, ну, не знаю, Земфира-то сама особо не касается, что, я не знаю, я монеточку в лицо не видел просто, я не знаю, как она выглядит, но я понимаю, что, нет, Земфира, это, конечно, рок-легенда тоже, да, вот как раз, и куда, так сказать, кто ее куда сбросит, как бы. Но, наверное, как бы это хорошее такое, не то, что скандал, да, но это как бы хорошая разборка, потому что новое поколение пришло, да, вот Земфира уже в предыдущем поколении. А эти новые 15-20-летние, они скоро и вас снесут. Так нас-то, нас-то не снесут, нас в том-то дело, мы такой андеграунд, как бы, который слушает там 5-10 процентов, грубо говоря, по-политически вовлекается там какими-то журналами читают фитературные, то есть нас не снесут, у нас нет этого порядка. Мы, наоборот, ее пытаемся сейчас набрать и показать людям, что есть у нас. Нет, я как раз хотел спросить, есть ли уже 15-летние наглые, которые, как бы, круче тех, кого вы привыкли уважать, 30-40-50-летние? В поэзии? Да. Ну, просто путь поэта, он более долгий, чем вот так вот, да, то есть надо где-то 5 лет, наверное, вертеться, крутиться, чтобы, можно даже 10, чтобы тебя начали замечать в этих кругах. И сложнее проявиться на большую публику, потому что сама декламация именно текста, как стихотворение, она не востребована в обществе. Востребованы, как бы, какие-то битки, там, да, допустим, сейчас вот востребованы, ну, другие форматы музыки, да, то есть поэзия – это тоже музыка. Ну, если стихотворение, то там есть музыка, в смысле, без вот этого, да. И очень сложно человеку выйти через журналы, там, через какие-то публикации, выйти на популярность для большого читателя. И поэтому таких сроков, как правило, не возникает. Ну, спустя лет 10 заниманий, как того, как он занимается языком, да, он понимает, что вот у него начинает что-то получаться, и он может… То есть вряд ли 18 лет – это очень гениальные стихи, возможно, могут быть у людей, да, там, в таком возрасте могут быть 18-19 лет, но они все равно будут необработаны, и для литературного сообщества не всегда. Я помню ту же зимферу журнал «Ом» раскручил, был такой же культовый журнал в середине 90-х, да, и сейчас его основатель Григорьев сам поет песенки, то есть как бы новое поколение, новое, как сказать, новое занятие. Ну, а хочу спросить у Вашего еще, с организатора, что ли, да, ну, третий фестиваль, что теперь изменилось? Он стал более масштабным, зашел на бюджет Пермского края или что? Ну, во-первых, сейчас мы взялись за фестиваль более серьезно, так скажем, решили его больше продвигать в плане коммерческом, то есть искать партнеров также больше, чтобы было, так скажем, интереснее, и как организаторами, так и участникам, и так и партнерам также. Вот, второе, это, соответственно, более, так скажем, сложно стало это сами участники, то есть разнообразие появилось больше, и театральные там представления, и поэтические, музыкальные, только это на более высокий уровень поднялось, вот как-то так примерно. Ну, а на бюджет фестиваля что приглашать и ногородних, по словам, поэтов нужен же бюджет. Нынче как с этим? Такая штука на самом деле. Министерство культуры, я к ним третью неделю хожу, ну, там, как это обычно бывает, да, то есть сложная институция, так же, как и крупный бизнес, допустим, с которым нужно долго договариваться, подготовивая все документы, скидывая, и вот не всегда это получается, и ранние этапы планирования, там, за год даже, да, то есть, они не дают иногда получить деньги именно из бюджета Министерства культуры непосредственно. Но существуют другие бюджеты, то есть, музеев, гранты, то есть, вот их мы постепенно немножечко осваиваем, да, то есть... Ну, теперь корабль поэтов у нас стал ежегодной институцией, да, и теперь вот «Звенидень» тоже стал такой же институцией уже раз в три дня. Да, 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 мы тоже хотим, потому что люди, соответственно, с «Компроса» участвуют в «Звенидне», там, да, то есть мы все время, то есть, с организаторами «Компроса» сидим и думаем, кого нам летом позвать на «Звенидень», кого нам зимой позвать, чтобы это как... Ну, чтобы люди постоянно не ездили одни и те же, то есть, чтобы постоянно ранжировать разных представителей других городов. И, да, получается, что это, в принципе, грубо говоря, одно движение, просто это такая возможность 4 августа реально просто отдохнуть, отпраздновать, то есть, праздник, там, не знаю, поэзии на реке, там, такой большой корпоратив для поэтов и для тех, кто... А люди, которые пришли в прошлом году на первый раз на фестиваль, писали «Лучшая суббота в моей жизни», это так классно, такие длинные посты, там, хорошие отзывы, и очень приятно, когда вот тебе звонят и говорят «Женька, ты классный». Ну, в крайнем случае можно музей Каменского посмотреть. Да, экскурсия будет в музей Каменского, она тоже входит в стоимость билета, в который входит и трансфер, и обед, и экскурсия по музею Каменского, которая проводится с августоводом, она в течение часа будет, как только приедем, с 11.12. Автобус у нас привезут, увезут и привезут. Вот, это уже хорошая практика, уже стандартный третий год. Все спокойны, все живы, всем поэзии и... В общем, идите в группу ВКонтакте, извините, а не записывайтесь. Не забывайте покупать билеты, там, на всяких розыгрыш участвовать, которые там у нас уже есть в группе, и не забывайте приглашать друзей. Если там есть партнеры где-нибудь, то у нас аудитория... Ну, у вас все скинет, если подвижение, да, Кирилл отправит. Да, я вам скину. Да. Все, спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok